Южноуральцы написали этнографический диктант. Его проверили сегодня в музеях и также на вокзалах Челябинска, Оренбурга и Кургана. На какие вопросы пришлось ответить участникам всероссийского теста, знает Полина Кирсанова. Я желаю вам удачи сегодня в плане написания диктанта и ответов на очень каверзные, интересные вопросы. Этнографический диктант это проверка знаний о народах своей страны. Одни участвуют в акции, чтобы почерпнуть что-то новое, другие – блеснуть своими знаниями. Для студента факультета регионоведения Юргу Константина Макеева это возможность узнать о народах. В будущем это поможет ему в работе. Считаю, что хорошая акция, нужно поддержать на профессиональной стране, что-то о ней новое узнать, подтвердить свои знания. Учеба все равно связана с международными отношениями, здесь как раз мы учим это на своей родной стране. И чем лучше знаешь свою страну, лучше сможешь понять другие. У участниками этнографического диктанта могут быть не только студенты. Пройти тест могут и дети, и взрослые. Представители любого народа, ограничений для участников нет. Каждому выдают лист с вопросами, их 30, на выполнение 45 минут. Задания тестовые, но сложные. Например, где находится этнографический музей, какой праздник завершал полевые работы, или кто придумал перепись населения. Главная цель диктанта – избавиться от пробелов в знаниях о народах России. Только в Челябинской области проживают представители более чем 150 различных национальностей. Мы очень большая страна с большим количеством народов. По последней переписи их насчитано было около 200. И, конечно, как пелась в популярной песне, это коммунальная квартира. А соседи в коммунальной квартире нужно знать не только в лицо, но еще и по имени, и знать их привычки. Впервые этнографический диктант россияне написали в 2016-м. Тогда акция была всероссийской. А уже в 2017-м году она стала международной. Это не просто проверка знаний, это, наверное, еще и привлечение внимания к вопросам этнографии, к науке этнографии. Это очень интересная наука. Наука зарождения наших народов, зарождения наций. Это те культурные традиции, которые нам предки передали. А мы должны их передать уже своим детям. Тестирование можно будет пройти и в режиме онлайн. Оно будет доступно с 1 по 4 ноября на официальном сайте Большого этнографического диктанта. Полина Кирсанова, Денис Коселев, Андрей Федотов, ОТВ.